Продолжаются встречи учащейся молодежи с людьми, чья жизнь посвящена защите нашего Отечества. В 17-ю среднюю школу пришли представители казачьего общества «Кордон» с тем, чтобы рассказать ребятам о героях былых сражений и о том, с кого можно и нужно брать пример юношеству. В преддверии Дня защитника Отечества и приближающегося 75-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне большое внимание уделяется проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию школьников. На одном из них ребята из 17-й школы с интересом выслушали ветерана вооруженных сил подполковника в отставке Леонида Федотовских, который в своем выступлении рассказал о битвах, которыми до сих пор гордятся в России. 27 января вспоминали героев блокадников Ленинграда 2 февраля. Мы отмечали очередную годовщину победы наших войск в Великой Отечественной войне под Сталинградом, где была разгромлена самая большая армия немцев, которые пришли на нашу землю. Под Исаул казак-наставник Алексей Тырса осветил известную казачью атаку у станицы Кущевской во время Великой Отечественной, когда казаки проявили мужество и героизм. И дальнейшая была тактика – это ввинчивание во врагах, то есть спирали кружевного лошадя завинчивали врага в себя. Для чего? Чтобы враг не мог подавить ни с воздуха, ни артиллерии. Вот была тактика такая. Немцы не могли ничего сделать. Да, они подняли свою там эскадрелью, но только к нам воя на проезжем полете и больше ничего не могли сделать. Артиллерию не могли применить, потому что там же свои были, как и свои бомбить. И вот в течение боя суточного более тысячи отборных немецких войск навсегда осталось лежать под Кущевской. Школьники задали выступающим множество вопросов, на которые получили ответы. От третьего самого молодого поколения перед ребятами выступил победитель международного турнира по рукопашному бою Сергей Тыщук. Такие встречи будут проводиться и дальше, как в городе, так и в районе. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Русский, Георгий Калинин.